Уважаемые коллеги, здравствуйте! Мы вас рады приветствовать в Центре подготовки космонавтов. Как вы знаете, сегодня состоялось заседание межленодельной комиссии, на котором были подведены итоги подготовки шерепажей ЦПП, и было принято решение о продолжении по старту подготовки на космонавтов экономика. Старт Союза ТМАО запланирован на 2 сентября. Разрешите вам представить основной и дублирующий экипаж. Основной экипаж. Командир ТПК Союза ТМАМ, бортинженер МКС-4546, Сергей Волков, Росвознавт, Россия. Бортинженер ТПК Союза ТМАМ, бортинженер МКС-экспедиция посещения 18, Андреас Могинсов, Е. Каданя. Бортинженер 2 ТПК Союза ТМАМ по программе экспедиции посещения 18, Айдын Айветов, республика Казахстан, и дублирующий экипаж. Командир экипажа Олег Скрипочка. Бортинженер ТПК Союза ТМАМ по программе экспедиции посещения 18, Сергей Волков, Роскосмос, Россия. Уважаемые коллеги, желающие вопросы, пожалуйста, издавайте. Александр Ковалев, Рео Новости. Во-первых, хотелось бы от души поздравить основной ведущий экипаж с представлением к полету. В общем-то, уже предварительно можно сказать, что основной экипаж, я думаю, будет основным и не поменяются местами. У меня вопрос к Сергею Волкову и к Эвену Айветову. Значит, во-первых, традиционный вопрос, какой у вас будет индикатор на весовости, то есть тот самый пресловутый талисман, который вы возьмете в Союз. Кроме того, хотелось бы узнать, будет у вас прогресс, МС новый грузовик, впервые будут стыковаться в МКС. Хотелось бы узнать, есть ли какие-то особенности работы с ним. То есть, что, ну, понятно, что он будет стыковаться в автомате, но, может быть, есть какие-то особенности, которые отличают его, применяемые сейчас модели. И к Эвену, в чем особенности национальной программы Казахстана, какие эксперименты вы будете ставить по программе Казахстана. Спасибо. По грузовику, да, у нас ожидается два из трех, да, то есть три прогресса, два из трех, да, два из трех. Это будут МС. При автономном или автоматическом полете и стыковке, и причальной станции, ну, только немножко изменится формат, и для экипажа контр-управлением контроля, он, сказать, практически то же самое. В случае перехода на ручное управление, там есть нюансы, так же, я здесь тренировался по управлению грузовиком. Сигнал с ручек идет с некоторой задержкой, поэтому, если до этого грузовики на стыковая станция находилась в орбитальной системе координат, то есть она тела, и как в обычном режиме, то до стыковки этого грузовика пока станция должна приводиться в текущее положение, то есть она будет держать какую-то реализацию постоянно, потому что, конечно, в орбитальной системе координат трудновато его стыковать, хотя мы отрабатывали, и такие режимы до стыковки, хотя они не являются статными и даже в низком задании не прописаны, но с интеллектом мы отрабатывали, и такой вариант, поэтому посмотрим, как это работает. Научная программа Казахстана. Научная программа Казахстана заводится в уроке, она продолжает пройти ту косметическую программу, которая была в Акаду и Мусабаеву, включает в себя такие элементы, как релаксация, ураган, физиологические элементы, взаимодействие. Входит как исследование еще инвестиция химических реакций и атмосферных практических явлений, психических элементов, когда как межнациональных металлодных экипажек идет взаимодействие в условиях космического полета. Вопрос. Сергей, а вот еще один вопрос. Спасибо, пожалуйста. Была информация о том, что вы планируете взять на МКС небольшой флаг мотор-клуба «Ночные волки». Ну, пока надо его привезти, да, так, ну, наверное, у меня в каюте, как минимум, там посмотрим. Спасибо. Следующий вопрос. Екатерина Голорас, Градский космос. Пожалуйста, расскажите о научной программе, которая будет у вас в следующие годы, Сережа, да, и о выходе. Чему он тут посвящен? Это вы будете выходить или кто-то такой? Ну, во-первых, сегодня у нас выход планируется, будет выходить Иван Иванович Ильин Борисович. Тогда у нас с Ивановичем Марищенко планируется выход в феврале. Задачи расписаны. Нюанс данной подготовки к выходу был то, что у нас гидролаборатория не работает, поэтому отрабатывали, так сказать, сухую. Оборудование у нас там в ангаре, и приезжали специалисты, мы смотрели оборудование, которое предстоит установить или которое снять. Как обычно, названия оборудования очень сложные и труднопроизносимые. Но из таких интересных, ну как интересных, все интересное во время выхода, но то, что будет отрабатываться аппарат по ремонту РФТ, электронно-вакуумной термоизоляции. Будет установлена новая аппаратура по наблюдению за землей. И, ну, как обычно, вы знаете, что в каждом выходе у нас есть установка планшетов с новыми материалами и так далее. То есть, в том числе для изучения экологической среды вокруг станции. И будем снимать часть таких планшетов, часть устанавливаем. Красно. Спасибо. А скафандр уже модернизированный вы будете использовать? Ну, как, тот же самый, который был у меня до этого. В этом году у вас будет модернизированный скафандр? У меня будут еще те, в которых я выходил. Он может быть на борту, но у нас же должен быть ресурс выработки на тех скафандр. Поэтому, опять же, как это было и в первом моем полете, когда у нас уже лежал новый скафандр модернизированный, мы с Олегом заходили в предыдущей версии. Ну, вот сейчас примерно то же самое, что есть предыдущая версия. Оборудование очень дорогое, поэтому, опять же, просто выбрасывать тоже нельзя. Спасибо. По поводу экспериментов. Во-первых, то, что у нас идет все-таки полет на фоне годового полета. И, естественно, я готовился к тем же экспериментам, которые Миша со Скоттом выполняет. В каких-то я участвую, как, опять же, тоже исследуемое лицо. В основном, по тем экспериментам, которые проводят Миша и Скотт, я иду как помогающий, сертифицированный, делаю УЗИ, меряю давление клаванного дна и так далее. Количество экспериментов за 7-7-6 экспериментов. У меня только медицинских около 30. Спасибо. Очень хорошая, насыщенная программа. Опять вернулись европейские эксперименты, совместные российско-европейские эксперименты. И, конечно же, мы все хвалимся про экспедицию посещения. То есть, конечно же, это участие в экспериментах с Айдейном. И Андреасу. Конечно, я иду как помогающий. Андреас у нас... Мне даже сложно представить, когда он будет смотреть на Землю, и будет ли вообще время посмотреть на Землю. Потому что только три с половиной дня мы будем заниматься в Каландрике безвылазно с ним. Поэтому... Ну, это интересно. Это то, ради чего мы летаем в космос. И еще шесть человек на работу. Да. И еще шесть человек на работу. И еще шесть человек. И еще шесть человек на работу. Так. Поехали. Продолжение следует... 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 И дальше уже получили результаты, я буду счастливать. То есть, что мы можем использовать подпись на нём, который будет мы помогли нам в течение, по уроку, но также по утраме в руках. Я хочу подпись на компьютере, в процессе использования, которые используют в реальную конструкцию, и мы можем работать более эффективно. Я также желаю, что там есть и интересные эксперименты. Это эксперимент, который называется ТОР, из ДИСУСПЕСЕ. Я желаю, как камера, покажу, что мы называем хумeless towers, которые позволят привлечь к турнивэр и кемпелым, которые скрыли вверх. И это вкладывается на данный эксперимент АСИМ, И это очень важно, что будет сцентрироваться в конце 2016 года. И это очень важный и важный и важный данный эксперимент. Я также тестировал технологию от Данис Аэросpaces Company. Это новый технология, который будет использоваться на Bluetooth, для того чтобы оборвать в сердце, когда мы можем тренировать в композиции. И последнее время я надеюсь, что я смогу поставить две две смысл-стат-линистры, из Альборг-Univers и из-за данных компании Грандспейс, которые смогут поставить две смысл-стат-линистры, как Кубесат, в грязи и моря. Это очень очень интересный, но также очень трудный программ омбор. Гребенская основная тема сSUрентства в связи с LINC-1 и с Уничтожением. Эксперт-борг-Univers и Ошел Гребенской Советской 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 Европы. Гребенская альбургия — я думаю, что вот интересный проект отношения с ТССС-Сапом Добавил субтитры Алексею Дубровскому. вместе с учебным программом, который мы делаем. Это фантастическая платформа для интернациональной соотношения. Тенции, которые существуют здесь на Земле, мы оставим их behind, и мы работаем на интернет-спейс-стATION, люди, которые работают вместе, чтобы улучшить объекты. Существуют политические трения между Россией и западными странами. Это как-то влияет на вашу программу, на международную космическую программу? Ответ. Да, действительно, политические трения существуют, но это никак не отражается на международном партнерстве. Международная космическая станция является примером того, что мы можем достигнуть, работая вместе. Без нашей совместной работы и без этих усилий международная космическая станция просто не существовала бы. Международная космическая станция является примером того, каких невероятных достижений мы можем достигнуть, работая вместе, выполняя ту научную базу, те научные эксперименты, которые мы выполняем. Научные эксперименты являются фантастической просто платформой для совместных исследований, для достижения каких-то неоценимых результатов, которые помогут нам совершать космические полеты в будущем. Поэтому мы все трения оставляем на Земле, и на международную работу на космической станции это никак не повлияет. Ваш полет это достаточно довольно призначенное событие историческое для Казахстана. Есть ли у вас какие-то мысли, что мы могли бы передать всем Казахстанцам и какие-то события предстоящие? Спасибо. Насчет подготовки. С 2003 года по 2009 год я проходил с собой подготовку. Здесь прошел подготовку в составе ОКП, в составе Казахстанской подготовки, а далее в составе группы повышения квалификации и специализации в следующем сегменте. То, что в данный момент моя подготовка заняла короткий срок, это спасибо сотрудникам и специалистам, инструкторам Центра подготовки космонавтов, благодаря их профессионализму и годы с 3 по 9 год, во мне была заложена хорошая база знаний. А также в данный момент в обновлении эти знания имели некоторые трудности, пришлось больше заниматься, но они были пройдены. В связи с предстоящим полетом к Казахстанцам, хочу пожелать всего наилучшего и оставаться верным в своей цели, как бы далеко она ни была. Туда, с правдой и верой своей Родиной, он удавился много раз. Сергей Шумцадилов, журнал «Вовости космонавтики». У меня вопрос Олега Ивановича. Скажите, пожалуйста, есть ли позывной у Вас дублющий экипаж? Нет, пока нет. Я оставлю время, когда буду в основном у Вас дублющий экипаж. Просто тренируемся, позывной Бог не устанет. Олег, это новая традиция появилась, да, что дублеры забирают позывной уже в будущем в основном в Акестане? Так? Ну, что вообще нет, тоже нет. Ну, вот такое раньше было, мне кажется. Ну, вот дублеры как-то... Будучи в основном уже, да, там необходимо иметь свои позывные. А дубли и расправлять? Ага, хорошо. Спасибо. Ну так, просто получается так, что если космонавт летал коммобилом, корабляет в Союз, то, конечно, у него уже есть позывной, если он его готовил. Олег Иванович хоть и летал, но летал как инженером, поэтому он пользовался позывным коленем. Я поэтому и говорю, Сергей, что командиры до мечты выбираетесь, типа, в этой площади. Это всегда такое. Олег, я вам совершенно прав, что смысл... Это, на самом деле, очень тяжелый труд выбрать себя в правильный позывной. А то, что ваш экипаж разбивает себя, будет об этом сожалеть? Ну, будем, конечно, тем более. Ну, Сергей, а не готовительное время, но он оказал серьезную поддержку, и так часто в работе экипажа, энергичная, и это было очень полезно для нас в целом. Но, в основном, мы уже готовимся, интенсивно готовимся уже около года. Ну, формально больше года, но интенсивно около года. Успели с друг другом сработаться. Ну, жалко, конечно. Ну, без чем все в будущем. Спасибо. Так, вопрос, господин Мурин, сынок. Скажите, пожалуйста, как вам назывался русский язык, и расскажите о своих впечатлениях вообще, о подготовке к полетам в космос здесь, в России? И если можно, попробуйте по-русски. Ну, в причине подготовки звучит русский язык, было на меня самое тяжелое. Ну, это тоже очень важно для нас, потому что, конечно, через связи, во время запуска и посадки, будет на русском языке. Ну, да. Один час. Наш подготовки. Здравствуйте. Здравствуйте. Айден Слатас. У меня вопрос Айдену Акановичу, если не первого числа. Вопрос такой. Вот, ваш проект, он действительно неожиданно и для фурналистов, и, наверное, для вас. Вот, не могли бы вы рассказать, как вы узнали в каких условиях, чтобы видеть вместо самых проектах. С каким чувством вас примели этот момент? И, второй вопрос. Вот, во время вашей подготовки в начале 2000-х годов, у вас был гублер, Мухтар Аймакан. Вот, ранее того, чтобы слетать космос, он сменил гражданство с Казахстанского на Российское, теперь в Адрянском марте, дай Бог, чтобы лет через десять, наверное, да? Вот, что бы вы ему могли бы пожелать? Может быть, вы равно посмеялись бы? Что это? Все-таки летите вы. А может, наоборот, пожелали бы удачи и скорейшего полета? Спасибо. Начну с того, что полет Казахстанского космонавта намечался также на сентябрь 2009 года. И в то время был уже подготовлен контракт между космосом и космосом. Никто, ни у кого дублером не был. Тогда должна была состояться межведомственная комиссия в Казахстане, которая и должна была выбрать основного и дублирующего космонавта. Но мы до нее не дошли. Так раздавился мировой финанс-экономический кризис, и полет Казахстанского космонавта был отложен. Далее, с 2009 года по настоящее время между нашими ведомствами постоянно шли переговоры о возможности полета казахстанского космонавта. И то, что сейчас это очень большая заслуга наших президентов. Большое спасибо президенту Назарабаеву Султану Абишевичу. Большое спасибо президенту Казахстанского Путину, когда согласно их взаимной договоренности в столь короткие сроки стал возможен полет Казахстанского космонавта. Спасибо. Вот Ваше прожидание Вашим коллегам. Ну зачем такие позиционные пузы? Каждый человек сам выбирает свой путь. Спасибо. Я хотела вопрос задать у Сергея. Сергей Волков, да. Себе шутман. Когда первый прыжок с парашютом делаешь, то боишься, но еще не знаешь чего. Второй прыжок уже делаешь более осознанно. Вы идите уже в третий раз. Вот какие-то есть ли у Вас уже выводы сделали с двух полетов. Что там хочется Вам еще раз побывать там и что там увидеть и что-то сделать? И чего будет больше всего не хватать? Да, наверное, не хватать будет всегда того же, что и в первом и втором полете. Это нормальное ощущение, когда вода с Тебя стекает. Можешь себе. А так... Ну, это же наша работа. И мы, собственно, в отряде, для того, чтобы летать после. Поэтому... Не хотелось полететь, и я готовился. Конечно, между первым и вторым полетами меньше времени прошло, чем вторым сейчас. Но это нормально, потому что... Есть другие космонавты, которые... Молодые космонавты, которые ездят в этом полете, им тоже надо летать, и... Ну, нельзя... Отбирать мечту других космонавтов. Для того, чтобы реализоваться, может быть, себя больше, чем меньше. Поэтому... Если сравнить первый, второй полет, или подготовка к третьему полету... Ну, наверное... Ответственность в плане... Не то, что там первое шоу, и вообще был для ответственности, да? Нет. Ответственность возрастает в плане того, что... Ты знаешь специалистов. Специалисты знают тебя. И... Есть определенные же ожидания от космонавтов, от экипажа, которые летят. Вот... Меньше всего хочется обмануть ожидания специалистов. И, соответственно, вот это... Добавляет того волнения, которого нету перед первым полетом. Потому что в первом полет... Ну, это... Твои мечты... Ты идешь просто к своей мечте или... И... Ты стараешься. Но... Тебя никто не знает. Ты никого не знаешь. Ну, только ты никому ничего не должен, да? Ты просто исполняешь свои мечты. А здесь уже такие... Сознательные отношения. И... И... Поэтому... Ответственность, наверное, такая же... Более осознанная. Спасибо. Удачи! Спасибо. Так, уважаемые коллеги, Вопросов больше нет? Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, у меня опять же вопрос Олег Иванович. После дублирования мы приступаем к непосредственной подготовке в составе основного экипажа на первом корабле Союз-МС. Это у нас новая модификация. Скажите, пожалуйста, сколько, ну, с точки зрения космонавтов мы будем порт-инженерам в этом экипаже? Правильно я понимаю? Да, мы будем готовиться со всеми отчиненными и я снова буду готовиться в качестве оборудования корабля. Вот... Вопрос следующий. Насколько Союз-МС отличается от лучшего? С точки зрения управления экипажа? Ну, там есть и конструктивных отличий, то есть и в качестве в плане расположения двигателя непречаливания ориентации. И отличие в бортовой аппаратуре, то есть, если, скажем, предыдущий корабль Союз-МС менялась ядро системы, тут был новый бортовой компьютер, новый СУД-М, то есть здесь больше меняется периферия, то есть система телеметрии, система сброса телеметрии, система движения. То есть в этом плане, конечно, работа экипажа меняется. Ну, насколько я сейчас могу судить, как оператор принципиально управления корабль останется таким же. Спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо вам за вопросы экипажа, большое спасибо за интересные, развернутые ответы. На этом наша пресс-конференция заканчивается, я сейчас попрошу экипажа вас для фотографирования. Спасибо. 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 Спасибо.